МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате не основное внимание гостей было приковано к тому, чем кормили посетителей этого форума. Среди блюд пельмени из оленины, черноморская камбала, кроме того, медовик с петербургским мороженым и краснодарский мед. Ну, я думаю, что обсуждать все-таки меню форума мы не будем. А вот о заявлениях премьера предлагаю поговорить с нашими гостями. Напомню, у нас в студии сегодня Александр Шатилов, заместитель гендиректора Центра политической конъюнктуры России и адвокат Вадим Клювгант. Господа, по-вашему, достаточно громкие, во всяком случае, как считается, на прессе. Очень практически все заголовки иностранной прессы сегодня именно о Валдайском форуме. О том, что он заявил о том, что не знает событиях на Триумфальной, о том, что опять-таки у Ходорковского руки в крови, хотя это не в одном из двух дел, о втором, кстати, тоже не знал, еще буквально несколько дней назад. Вот, по-вашему, кто может первый? Что это значит? Ну, мне хотелось бы прежде всего отметить, что действительно Валдаевский форум получил такую мировую прессу. Это уже большой прорыв именно в взаимоотношениях России с Западом. Недаром, собственно, иностранные политологи, статусные ведущие, принимают участие в дискуссиях, обсуждениях, и, собственно, ведущие средства массовой информации также обращают внимание на слова Владимира Путина. То есть, по большому счету, надо сказать, что здесь все-таки Россия времен Путина-Медведева все-таки, ну, как сказать, приобрела определенный мировой статус, раз, собственно, заголовки газет пестрят, казалось бы, сенсационными заявлениями Владимира Путина. Ну, насколько я понимаю, в принципе, этот форум и был, и преднамеренно создан для того, чтобы создавать некий имидж России за рубежом. Само собой, но именно что одно дело планировать, другое дело действительно иметь некую прессу, иметь внимание мирового сообщества. И действительно, здесь есть определенные подвижки. Во многом, мне кажется, в связи с этим некоторые заявления Владимира Путина, они носили такой несколько брутальный характер. Как раз, с одной стороны, где-то наблюдалось его стремление потрафить, собственно, за рубежным экспертом, а с другой стороны, по наиболее принципиальным вопросам он занимал очень жесткую позицию. Ну, во многом тоже, мне кажется, в расчете на сенсацию и звучат его слова о кровавых руках Ходорковского, хотя здесь, на мой взгляд, в большей степени, наверное, стоило бы говорить о, скажем, таком прямом криминале, скорее, со стороны ближайших подвижников Ходорковского, чем самого Михаила Борисовича. В частности, известно, что за некие спецоперации ЮКОСа отвечал скорее Леонид Невзлин, нежели, собственно, Михаил Ходорковский. Ну, вы сказали о сенсационности заявлений, но в чем их сенсационность, если точнее? Потому что все это уже было не раз сказано. Ну, первое заявление – это намеки на возможность возвращения на пост главы государства. И это, наверное, главная сенсация. И это, безусловно, является, скажем, таким, знаете, что называется, заголовком дня, потому что действительно Запад ждет все-таки, кто станет следующим президентом России, как пройдет процесс передачи власти в 2012 году. То есть вы думаете, интриговать больше не будет, да? Там я подумаю еще, заниматься. Нет, я думаю, что будут интриговать вплоть до 2012 года, потому что главная задача сейчас, с одной стороны, не дать, скажем, просчитать ходы власти на перспективу, с другой стороны, не дать расслабиться элите и перейти на сторону возможного победителя будущей электоральной кампании. Поэтому здесь, я думаю, что будет интрига держаться до последнего момента, и Медведев, и Путин будут эту интригу максимально поддерживать. Ну, здесь ведь, наверное, важно то, что это жизненно необходимо, собственно, для самой элиты. Если будет за два года до выборов сказано, вот я буду президентом, а нынешний президент там станет министром или будет читать лекции за рубежом, неважно, то это сильно ударит и по некоему равновесию, по конфигурации элит. И, во-вторых, можно вообще воспринимать эти слова прямо? Ну, вот он говорит, я не знаю сейчас, как сложится ситуация в стране, мы посмотрим, через год, через два может что-то измениться, мы еще не решили. Но и так тоже может быть? Нет, вполне возможно. Поэтому, собственно, пробраться сейчас самые разные варианты, самые разные смыслы, да, 2012 года. Это может быть и сохранение при определенных условиях поста президентом за Дмитрием Медведевым. Это может быть и, скажем, очередная... То есть вы думаете, что это действительно может быть? Может быть, вполне. Потому что, если особых потрясений не будет, то, скорее всего, Медведев пойдет на второй срок. А Путин сохранит свои премьерские полномочия. Если все-таки сценарий будет развиваться, сценарий развития, собственно, России будет достаточно чрезвычайным, то здесь возможно возвращение Владимира Путина. Та же, как я не исключаю, опять же, я об этом говорил еще два года буквально назад, может быть, полтора где-то вот так вот, что возможно появление третьего кандидата, поскольку Кремль любит неожиданное оригинальное решение. Да, вчера даже британская пресса тоже неожиданное оригинальное предложение внесла о том, что это может быть Валентина Ивановна Матвиенко. Но это, да, это все-таки... Другой, мне кажется, здесь интересный момент. Если вдруг третий кандидат появится, на какую позицию идет Дмитрий Медведев? И здесь я не исключал бы его, допустим, переход на пост председателя Конституционного суда. Полномочия Зорькина как раз истекает в 2012. Обратно в Петербург, учитывая, что он там. Вадим, скажите, пожалуйста, вот как вы расцениваете заявление Путина на Валдайском форуме? Знаете, есть такое замечательное выражение, единожды солгавший, кто тебе поверит, да? Несколько дней назад мы не знаем про второе дело. Откуда? Какое? Суд решает? Потом мы говорим, что это судебное дело. Мы, это Владимир Владимирович такая была в России, мы, Николай II, император. Вот я в этом смысле мы. А потом вот последнее, да, все цитируют, конечно, наиболее эффектную, про слегу. Про руки до края. Но там была еще перед этим фраза, что это судебное дело. Так вот, нету такого судебного дела, и никогда не было про кровь на руках. А вот есть судебное дело, оно, конечно, сфальсифицированное, но оно хотя бы есть. Реальное судебное дело про украденные 350 миллионов тонн нефти к Дорбовским Михаилу Борисовичу. У ЮКОСа, да. Ну, то есть, в общем-то, по жизни, по смыслу, по здравому у себя. Вот судебное дело. Вот во время того события, которого не было, но которое является предметом обвинения, в этот период Владимир Владимирович был сначала премьер-министром России, потом президентом. Вот мы его уже который год просим, вы, пожалуйста, придите, вы расскажите, как вы не заметили, что 350 миллионов тонн, это сколько вся страна в ЗАГС примерно забывает, мимо вас прошло, да, как это вот так могло быть? Или это заведомо ложное обвинение? Что-нибудь одно скажите, вы же не можете, как руководитель страны, ничего не знать про это. А его вызывали в суд? Мы вызывали. В тех или иных интерпретациях это всегда так кривенько, чтобы впрямую не подставиться, чтобы не увязать фамилию с конкретным обвинением. Вот если говорят убийство, то не называется фамилия Ходорковски. Если называется фамилия Ходорковски, говорят кровь на руках, но не говорят слово убийство. Ну, как бы по смыслу надо догадываться, о чем идет речь. Это для чего может делаться? Это может делаться для того, чтобы нанести и попытаться очередной удар по репутации Михаила Ходорковского. Попытка совершенно негодная. А зачем? Он так сидит? Нет, сидит и репутация, это не одно и то же. Особенно в нашей стране, в наши времена верховенства права. Дело в том, что все-таки его репутация на Западе, мне кажется, достаточно незыблемая. Я вам и говорю, что цену вот таких слов уже весь мир понимает. Значит, если это сигнал кому-то там, что вы еще состряпаете теперь про кровь на руках, вы уже про 350 миллионов состряпали, провалились, теперь состряпаете про кровь на руках, мы это вскоре увидим.